здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в тридцать первом уроке видеокурса лендинг page для начинающих в этом уроке я хочу вас научить как вставлять вот такие красивые социальные кнопки на ваш сайт в адоб news открываем значит адоб news дело в том что через библиотеке мини приложений здесь вы уже должны были заметить у нас достаточно много всяких кнопок которые мы можем также вытянуть на наш холст и использовать но здесь к сожалению нету таких социальных кнопок как вконтакте и одноклассники и mail.ru а так как мы в россии для нас приоритетней эти социальные сети поэтому я не буду вам показывать как использовать социальные кнопки встроенные библиотеку мини приложений вот эти фейсбук тут есть google плюс twitter и так далее а я предлагаю вам показать бесплатный сторонний сервис а где мы с вами получим кнопки предварительно выбрав дизайн и заодно вы научитесь как вставлять сторонний код в программу адоб news чтобы это привлекательное выглядело в итоге на вашем лендинг page переходим на замечательный сервис шар плюс о точка ру это генератор социальных кнопок он очень прост но быстренько я пробегусь а как им пользоваться для начала мы выберем стиль кнопок стиль кнопок выбирается напротив мы можем поставить точку значит данный стиль выбран выбираем значит те кнопки которые вам нужны здесь есть счетчиком самом низу например есть черно-белый есть белый и так далее средние колонки мы выбираем те социальные сети которые нам нужны если нам здесь что-то не нужно мы мышкой можем вот так вот перетянуть в эту колонку отпустить мышь его здесь вот ниже в примере у нас кнопки покажутся которые мы выбрали и также вы можете выбрать дополнительные кнопки из последней крайней колонки доступны к выбору вы можете посмотреть какие здесь есть социальные сети и также мышкой вот так перетянуть в эту область и кнопка будет добавлена зачем вообще нужны эти социальные кнопки это все для того чтобы например бесплатно получать трафик социальных сетей то есть это некая раскрутка через социальные сети но опять же на эти кнопки должны кликать людей если они не будут кликать смысл в этих кнопок нет прокручиваем ниже и смотрим что у нас здесь есть настройки большие средние мелкие сразу слева мы видим отображение пример как они будут выглядеть я буду использовать большие квадратные круглые квадратные в одну строчку две строчки горизонтальные вертикальные я у себя в примере использую вертикальные вы для себя сами решайте какие вам нужны горизонтальные или вертикальные со счетчиком или без если со счетчиком вот здесь внизу будет показано общее количество лайков я беру без счетчика с фоном без фона а также у фон можно выбрать из палитры соответственно фон не нужен у нас там свой дизайн ставим кнопку без фона и последний вот здесь момент справа вы видите дополнительно если мы наведем мышку здесь есть подсказки но я скажу от себя я вам рекомендую здесь прописать ссылку вашего лендинга ту ссылку куда вы вешаете социальные кнопки название вашей страницы и описание вашей страницы то есть эти данные будут подставляться тогда когда человек будет кликать по социальным кнопкам некоторые социальные сети не берут из тайтла или description вашего сайта вот эти значения а это важно да поэтому здесь нужно прописать что в любом случае была ссылка на вас и было название и описание того чего рекламируют ваш пользователь да а то он кликнет на какую социальную сеть и отправит туда ссылку без заголовка без описания после того как вы здесь произвели все настройки вас все устраивает мы видим вот здесь вот сгенерированный код мы просто нажимаем вот здесь ниже на кнопку копировать и текст на кнопке сменился с текста копирует нас копировано то есть мы сейчас поместили наш код в буфер обмена здесь все мы возвращаемся в программу adopt news а смотрите правой кнопкой мыши в любом месте и просто мы выбираем вставить и вы сейчас видите вот в середине экрана у нас идут какие-то процессы идет загрузка и вот пожалуйста наша кнопка загрузилась не обращайте внимание что внизу какая-то полоса и она тут обрезана в предпросмотре будет выглядеть нормально и вот здесь вот пустая область мы можем до края браузера притянуть если вы конечно кнопки располагаете там где я он нас подгружается и сейчас картинка вот у нас нормализовалась и имеется вот такой вот блок как вставлять сторонний код например через вот эти кнопки выбираем вот здесь в меню кнопку объект и здесь сам внизу вставить html то есть это тоже самое действие только я вставил как бы быстрым способом до правой кнопкой мыши вставить таким же образом вы можете вставлять абсолютно разный код например вам нужно установить счетчик посещаемости чтобы вы видели сколько людей к вам заходит каждый день возможно позже я сделаю такой урок принципе смотрите у нас уже все все готово но от себя я хочу вам показать как мы можем даже на стороне код использовать классные фишки adobe muse если бы мы просто вставили код он у нас вот здесь вот висел я прокручивал бы страницу и он бы потом скрылся бы за верхушкой нашего браузера но здесь я сделал классный элемент смотрите я прокручиваю страницу и у нас прилепляется к верхушке социальной кнопки и висят очень часто вы наверно такой вид могли видеть на сайтах я просто к нашему html коду прицепил эффекты прокрутки если вы смотрели все мои уроки вы знаете как это делать это классно смотрится например человек зашел на лендинг он их мог например вообще не заметить и начинает прокручивать страницу вниз и он в любом случае увидит то есть это привлечет его внимание что сейчас вот на этом уровне какой-то объект недвижим он волей-неволей туда посмотрит то есть это нужно например чтобы привлечь внимание то есть это не какой-то элемент красоты да скорее всего это нужно для того чтобы привлечь внимание и вы должны понимать что помимо каких-то сторонних скриптов можно здесь аналогичным образом используя прокрутку вставить все что угодно все что вам нужно может быть какая-то картинка или текст там я не знаю получите подарок там если вы собираете подписную базу да вы должны просто включить фантазию и давайте посмотрим как это реализовано если вы не знаете или не смотрели мои уроки по прокрутке выделяем наш объект идем в такой вот эффекты прокрутки в такой элемент здесь выбираем 1 и ставим здесь галочку перемещения там где у нас единица мы ставим все на 0 здесь такая ситуация нам нужно вот здесь вот кликнуть по стрелке которая смотрит вверх то есть мы активируем эту стрелку а а вот здесь задаем скорость единицы вот и вся настройка единственно вам тут остается определить куда переместить вот этот вот ползунок я не буду сейчас повторяться как он работает зачем он нужен потому что я посвятил этому несколько уроков если вы их не видели то рекомендую посмотреть в моей серии уроков я для себя просто сделал так я опустил этот уровень на начало когда начинаются мои кнопки и вот что у нас получается как только верхушка браузера достигает к первой кнопки вконтакте останавливается на месте все мои кнопки и висят там все время только когда я прокручу наверх доходя до того уровня где они изначально были размещены они прикрепляются там же вот такая вот красота на этом уроке все и увидимся в следующем наверно трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто